Всем привет! Мы продолжаем цикл наших передач по подводному снаряжению оборудования. Сегодня речь пойдет о гидрокостюмах мокрого типа. Выбирая гидрокостюм, вы должны понимать, что костюм должен плотно облегать ваше тело. При выборе костюма нужно ощущать, что костюм вам на размер мал. В мокром гидрокостюме тепло сохраняется за счет водной прослойки между вашим телом и гидрокостюмом. Если костюм подобран неверно и каждый раз при ваших движениях туда затекает новая свежая вода, вы ощущаете холод и ваш организм вынужден согревать всю новую и новую воду. Гидрокостюмы мокрого типа делятся на любительские и профессиональные. Также они подразделяются по толщине неопрена. Каждая толщина для своей температуры воды. Профессиональное снаряжение акцентировано на том, что человек, погружающийся в воду, может легко одеть и снять его самостоятельно без помощи напарника. Одна из особенностей профессионального снаряжения – это несоединенность гидрокостюма со шлемом. Для того, чтобы была возможность варьировать толщиной шлема по отношению к костюму. Молния сзади для быстрого и удобного комфорта по снятию и одеванию. Также есть еще ряд нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе гидрокостюма. Если это костюм тонкий – один либо три миллиметра, нужно понимать соотношение мягкости неопрена и качества наколенников – той части, которая подвержена разрушению. Необходимая защита позвоночного столба, которая находится под молнией. Чем толще костюм, тем в несколько раз должна превышать толщину неопрена защита под позвоночным столбом. Удобная шлейка для того, чтобы дайвер мог самостоятельно одевать и снимать костюм. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. Тема следующей передачи – «Шлемы для подводного плавания». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...